Саневир Если бы вы знали, какая здесь красота! Мы идем к озеру Саневир. Расстояние 1200 метров, но это напрямик, а дорога идет зигзагом и вверх. Саневирское озеро – самое известное и большое озеро в украинских Карпатах. Глубина достигает 30 метров. Вода прозрачна, водится в форель. Еще его называют морским оком. В середине озера разместился островок. Мы познакомились с красивой парой Леной и Димой. Да, мы приехали сегодня на путешествие в Карпат. Я очень долго выбирала, куда в Карпатах можно поехать. И единственным для нас критерием было, чтобы были вокруг горы. Красота, чтобы не нашли в деревянном срубе. Озеро. Вообще я с детства смотрела картинки, какие-то фильмы про озеро Саневир. Я всегда думала, боже, хоть бы на нем побывать. Хоть бы хотя бы раз в жизни слезть. Наконец-то, буквально вчера, где мы видели гулять, люди нуля. Мне так нравится. Природа создала уголок небывалой красоты. Люди украсили его легендой. Жила была девушка, которой звали сын. Из-за ее синих глаз. Она была дочкой графа, который владел местными землями. Однажды граф хотел проверить свои территории, как живут люди. Спустился, значит, в долину. И взял с собой свою дочку. Она пошла отучилась, пошла собирать цветы полевые. И встретила пастуха, которого звали Выр. Который пас от Орловец. И они полюбили друг друга с первого взгляда. Отец, конечно же, был против, потому что разные сословия, разные уровни. И они не могли быть вместе, но тайно встречались, вопреки всему. Как Роман и Джульетта. Они встречались, граф узнал об этом. И решил наказать пастуха. Он нанял людей, чтобы они скатили большой камень с горы. Этот камень при спуске убил на смерти этого Выра и половину от Орловец. И когда сын пришел на встречу, увидела мертвого возлюбленного, она села на этот камень и начала плакать. И наплакала целое озеро слез. Редактор субтитров А.Семкин